Доброе утро! На 12-м канале Час Новостей. В студии Анна Черных в этом выпуске. Спасти пострадавших от взрыва сотрудники МЧС проводят учения. В борьбе за благоустройство. Амичи на выборах подали 9 тысяч предложений по ремонту тротуаров и межквартальных проездов. Закат Омского рассвета. Судебные приставы арестовали мебель и технику Центра реабилитации. Программа, которая стала народной. Если бы не было вас с нами, то результат мог бы быть, конечно, не такой. Как передача «Управдом» помогает жителям решить коммунальные проблемы. Об уникальном проекте расскажем в честь юбилея 12-го канала. Последняя домашняя игра «Авангарда». С кем сразятся ястребы? Каковы шансы нашей команды на победу? В эти минуты омские спасатели проверяют свои навыки. В рамках учений ликвидируют последствия обрушения строительных конструкций. Специалисты экстренных служб работают на базе медсанчасти номер 9. По легенде, на заводе «Омскшина» произошел взрыв. И в учреждения массово поступают пострадавшие с переломами, ранами, травмами органов. Удалось ли спасателям на учениях справиться с последствиями взрыва, расскажем в следующих выпусках «Часа новостей». В Омске привлекли к ответственности еще три предприятия, загрязнявших атмосферу. Нарушителей в ходе очередной проверки выявили Минприроды региона совместно с прокуратурой Центрального округа. Выяснилось, что предприятия грубо нарушали требования в области охраны атмосферного воздуха, не контролируя свои выбросы. Так, на производственном объединении «Омбытпашив» необходимые замеры делали в последний раз в 2013 году. А на «Нортонстальфтормед» в 2014, хотя делать это нужно ежегодно. Еще одно провинившееся предприятие – ООО «Цветной бульвар» должно было снижать количество выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий. Однако никаких мер для этого не принималось. Как сообщили в региональном Минприроды, нарушения пресечены, должностные лица привлечены к ответственности. Больше тысячи дорожных нарушений обнаружили в Омской области. Таковы результаты проверок за полгода. Об этом сообщила региональная прокуратура. Среди нарушений – отсутствие павильонов на остановках, уклонение от содержания и ремонта дорог. Зачастую на магистралях не проводилась паспортизация и ежегодная оценка технического состояния. Также прокуроры выявили факты выдачи прав водителям, имеющим противопоказания. Таких автолюбителей лишили водительских прав. Всего прокуроры выписали больше 700 предписаний и штрафов. Между тем, мэрия подводит итоги голосования МИЧЕ за тротуары и межквартальные проезды. Сообщить о необходимости благоустройства по конкретным адресам жители могли в день выборов губернатора 9 сентября. Всего поступило 9 тысяч предложений. На их основе сформируют список территорий для благоустройства на следующий год. Чиновники отметили, что активность проявили омичи, живущие в отдаленных от центра микрорайонах. Это поселки Береговой, Николаевка, Новоалександровка и Большие поля. Судебные приставы наложили арест на имущество Рассвета. Центр реабилитации накопил огромные долги по налогам, штрафам, заработной плате. В общей сложности на несколько десятков миллионов. Несмотря на предупреждение, никаких мер по погашению долгов не принималось. Теперь судебные приставы наложили арест на все имущество центра. Часть передана на реализацию, другая оставлена на хранение в организации без права пользования. В случае растраты руководству Рассвета будет грозить уголовная ответственность. Омские аграрии продолжают бороться за урожай. То, что удается собрать, срочно везут на сушку. Все элеваторы сейчас работают в круглосуточном режиме. В токовых хозяйствах сушатся чечевицы и рапс. Когда дойдет очередь до пшеницы, неизвестно. Она еще не успела созреть. В Большереченском и Селькульском, Называевском и Черлакском районах фермеры и вовсе не могут добраться до полей из-за переувлажнения почвы. Татьяна Денисова побывала на одном из токовых хозяйств. То, что удается привезти с полей, сразу же отправляется в сушку. Причем сейчас такую процедуру проходят даже те культуры, которые раньше на склад поступали практически с комбайнов. Такой аномальной ситуации с переувлажнением почвы в регионе не было полвека. Традиционно первой из полей собирали чечевицу. Убрать ее за последние 50 лет удавалось в первых числах сентября. О том, чтобы сушить ее, и речи не было. Но в этом году прогонять через сушилку пришлось и эту культуру. И все-таки в Таврическом районе не все так плохо. Как, например, в Большереченском или Исселькульском, где уже объявили ЧУЭС из-за переувлажненной почвы. Техника может проехать в любую часть поля. Однако плохая погода все-таки и здесь может повлиять на качество урожая. Некоторые культуру могут сгнить, а другие рискуют не вызреть до выступления холодов. По масличным, наверное, будет тоже напряженно. Рапс в том году был полностью сухой. В этом году, я думаю, что мы уже его начали сушить и еще будем, наверное, сушить. Ну, в основном, я думаю, все так же будет пшеница, подсолнечник, естественно, мы ее будем сушить. Вызрить еще не все успело. Пшеница, которая была посеяна, она еще не готова к уборке. Готов рапс, готова чечевица. На подходе лен, подсолнечник и пшеница у нас задерживаются. К этому дню собрали лишь 10% урожая. В прошлом году в это время было почти 60. Однако аграрии руки не опускают. Напротив, используют любую погожую минуту. Зернотоковые хозяйства и элеваторы работают в круглосуточном режиме. Надеются, что в их пользу сыграет погода. Бабье лето должно начаться 14 сентября. Татьяна Денисова и Владислав Васильцев, 12 канал. В Омскую область в этом году переехали почти 2500 человек. 92% из них жители Казахстана. Также в регион приезжают люди из Украины, Армении, Узбекистана, Германии и других стран. Большая часть, 1700 человек, уже стали гражданами России. Таковы результаты программы переселения соотечественники. Она реализуется в регионе с 2009 года. И за это время в Омскую область переехали 32 тысячи человек. Средний возраст соотечественников 33 года. Половина участников программы имеет высшее образование. Еще треть средняя профессиональная. Чаще всего это специалисты в сферах экономики и финансов, промышленности, энергетики, образования и здравоохранения. Амичи смогут возвращать в магазины покупки, которые сделали в кредит. Расторгнуть договор займа можно будет в течение двух недель. Такие поправки в закон о защите прав потребителей в осеннюю сессию рассмотрит Госдума. Авторы идеи считают, что оформляя займы на покупку дорогих вещей, люди часто поддаются эмоциям. По закону вернуть товар в магазин можно в течение двух недель. Это правило должно распространяться и на кредитные договоры, заключенные в магазине, считают законодатели. При этом требовать проценты с покупателя не будут. Все вопросы с банками решат сами магазины. Мы продолжаем серию материалов, посвященных юбилею нашей телекомпании. 14 сентября 12 каналу исполнится 20 лет. Одна из самых народных программ, по-настоящему полюбившаяся телезрителям «Управдом». Больше шести лет она выходит в эфир и пользуется огромной популярностью. Журналистам программы звонят, чтобы разобраться с коммунальными проблемами не только Амичи, но и жителей других городов. Подробности в следующем материале. Новый дом сдан, а лифт не работает. Типичная история для программы «Управдом». Нужно опросить специалистов управляющей компании, попытаться найти подрядчиков и заказчика строительства, обратиться в компетентные органы, в общем, сделать все, чтобы решить проблему. И так каждый день. Гостями студии часто становятся чиновники разных уровней. «Управдом» с помощью видео, присланного телезрителями, задает им свои вопросы и получает ответы. Пришлось городу эти трассы брать в очень нехорошем состоянии. Вот это мы сейчас до сих пор пожинаем. Больше шести лет выходит программа. За это время было решено немало проблем. Порой для того, чтобы помочь людям, требуются годы и выход в эфир нескольких программ и долгие судебные разбирательства. Я что хотел бы все-таки сказать, это огромное спасибо именно вам и вашей команде. Потому что СМИ это большая сила. Это я говорила и буду говорить всегда огромное спасибо. И когда мы на суде, все равно я считаю, что если бы не было вас с нами, то результат мог бы быть, конечно, не такой. И вот я уверена в этом, что он был бы не такой. Уникальный проект «Управдом» с помощью советов экспертов помогает распутать сложный клубок проблем в сфере ЖКХ, учит расшифровывать и заполнять квитанции и дает мастер-классы по всем бытовым вопросам. Мы рассказываем о том, что людям, в общем-то, нужно знать, чтобы избежать лишних платежей, чтобы проблем избежать. У нас нет самоцели обхаять управляющую компанию, устроить скандал или какой-то экшен. Это у нас хватает в интернете и на телевидении, таких программ, которые пустые, просто хайп и все. У нас немножко другая цель. У нас цель установить контакт между жителем и управляющей компанией. И чтобы управляющая компания выполнила свои обязательства. Вот это самое главное. Каждый день в редакцию поступают десятки звонков, причем не только из Омска. О своих проблемах рассказывают жители Нижнего Новгорода, Петербурга, Тюмени и Новосибирска. Аналогов Омского управдома нет ни в одном регионе страны. Денис Жарков, Анастасия Донец, Владимир Казанин, 12 канал. Матчем с магнитогорским металлургом Омский авангард завершает домашнюю серию игр. Встреча состоится сегодня в фаворитах о мячи. Наша команда уверенно стартовала в сезоне и на данный момент находится среди лидеров турнирной таблицы. А по данным хоккейных экспертов, выдает лучшую игру в соотношении атака-оборона. Чего не скажешь о сопернике. На старте сезона магнитка показывает не лучший хоккей. В пяти встречах лисы вышли победителями только в трех матчах. Как сложится сегодняшняя игра, 12 канал покажет в прямом эфире. Трансляцию из Балашихи смотрите в 22 часа 30 минут по омскому времени. А накануне авангард отличился. Обыграл действующего чемпиона КХЛ и продолжил победную серию, выиграв уже пятый раз подряд. Уже в подмосковной Балашихе ястребы провели домашнюю встречу с Акбарсом. На 12-й минуте Акбарс распечатал ворота авангарда. Но буквально за минуту до конца первого периода хозяева сравняли счет. Гол забил Максим Чудинов. В следующих периодах и в овертайме обе команды пытались вырваться вперед, но счет на табло так и не изменился. Исход встречи решили булиты. Победу нашей команде принес Сергей Широков. Финальный счет 2-1. Больше 5000 человек в этом году соберет всероссийский забег Кросснации. Таковы прогнозы организаторов. Беговой праздник организуют в 8 районах области. Первыми на старт выйдут жители Большереченского и Тарского. Здесь забег состоится 15 сентября в 10 утра. Следующими к бегунам присоединятся Любинцы, Полтавцы и Крутинцы. Остальные районы проведут забеги 16 и 21 числа. Программа у каждого муниципалитета своя. Длина основных дистанций от 2 до 12 километров. Но традиционно участниками Кросса нации становятся люди самых разных возрастов, в том числе и малыши. Детсадовцы обычно преодолевают дистанцию от 150 до 300 метров. Младшие школьники около километра. После рекламы подробный прогноз погоды на завтра. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Новый операционный офис регионального филиала «Ауросельхозбанк» открылся на проспекте Мира. Шаговая доступность жилой зоны, соседство с крупной транспортной магистралью, а также приближенность к объектам социальной инфраструктуры и торговым центрам помогут раскрыть потенциал нового офиса Россельхозбанка. Подробности далее. Теперь качественные банковские услуги стали еще более доступными для жителей городка Нефтяников. В открывшемся офисе Россельхозбанка созданы все условия для эффективной работы и качественного обслуживания населения. Местные жители и гости микрорайона смогут пользоваться полным спектром банковских услуг и получать подробные консультации специалистов по продуктам. Все сервисы банка доступны как для физических лиц, так и для владельцев собственного дела. В специально оборудованной зоне 24 на 7 клиенты банка смогут оперативно осуществлять все необходимые финансовые операции в любое удобное время. Сегодня распахнул двери наш новый офис. Мы открылись в городке Нефтяников. Мы давно присматривали себе место, где нам открыть в Советском округе свой офис. И в развитии сети на 2018 год было подобрано место именно здесь, в самом центре, как мы считаем, в очень удобном месте. Новый комфортабельный дополнительный офис Россельхозбанка расположен по адресу проспект Мира, дом 29. Леона Шанина, Юрий Сечук, 12 канал. Спонсор прогноза погоды ИП Саруханян Карен Семович представляет крупнейший шубный фестиваль «Выска» имени Блинова с 11 по 16 сентября. Сегодня 13 сентября в Омске и в области переменная облачность. Температура воздуха в районах в дневные часы плюс 14, плюс 17. В Омске днем 16-18 градусов тепла, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Крупнейшая шубная выставка от десятка российских производителей. Встречайте лучшие фабрики Пятигорска только до 16 сентября. Спортивный комплекс имени Блинова. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok